В этом году Краснодарский край отмечает 85 лет со дня образования. 13 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР Азово-Черноморский край разделили на Краснодарский край и Ростовскую область. История Северского района началась еще раньше. В 1924 году в связи с масштабной административной реформой район выделили в отдельное муниципальное образование, состоявшее из 16 сельсоветов. В этом году мы отметили 98 лет со дня основания. Время образования Краснодарского края пришлось на один из самых тяжелых периодов российской истории. Голод предвоенных лет, затем Великая Отечественная война и послевоенная разруха. Все это время Кубань была кормилицей для всего Советского Союза. Значительный вклад внес и Северский район. Здесь выращивали богатые урожаи зерновых, подсолнечника и табака. Память о тех годах бережно хранят в местном историко-краеведческом музее. На редких, чудом сохраненных фото – целая эпоха. Вот снимок 1937 года. Здесь запечатлены участники курсов звеньевых колхоза. А вот более поздний период. В качестве поощрения лучших работников возили в Москву на выставки ВДНХ. Благодаря самоотверженному труду этих людей, наш район и сейчас считается одним из самых перспективных в Краснодарском крае. На территории 12 поселений проживает более 120 тысяч человек. Мой дед работал в совхозной кузне до 70 лет. Мне сейчас исполнил 70. Я не представляю, как бы я смог до такого возраста проработать на такой очень тяжелой работе. И дома, казалось, вот он будет кирпичи с места на место перекладывать, но сложа руки, кроме, конечно, праздничных и религиозных дней, сидеть просто не может. Вот такая заводная жилка была у абсолютного большинства наших предков, которые покоряли эти земли и которые основали наш любимый Краснодарский край. В наше время Северский район – лидер среди муниципалитетов Кубани по промышленному производству. На территории успешно работают два нефтеперерабатывающих завода. Высокими темпами развивается пищевая и химическая промышленности, сельское хозяйство и потребительская сфера. Четыре предприятия района – Рубин, Энергостандарт, Югполимер и Промтеплоснаб – получили знак качества «Сделано на Кубани». Для развития промышленности в район привлекаются новые инвестиции. Завершили строительство тепличного комплекса для выращивания клубники в станице Григорьевской. Работает хмелеводческий комплекс с переработкой продукции в Новодмитриевской. Заложен сад орехоплодных культур. Северский район постоянно участвует в федеральных и краевых программах. Улучшить жизнь каждого жителя муниципалитета – такую задачу поставил перед собой глава района Андрей Дорошевский. В небольших поселениях строят новые фельдшерско-акушерские пункты. Открыт ФАП в станице Калужской. Совсем скоро начнут прием пациентов-медработники в станице Ставропольской. Постоянно улучшает свою материальную базу Северская центральная районная больница. Сейчас в учреждении планируют ремонт детского инфекционного отделения. На эти цели собираются выделить 17 миллионов рублей. С каждым годом поселения района преображаются. Появляются новые парки и скверы, зоны отдыха, современные детские игровые и спортивные городки, памятники Победы. В станице Северской скоро откроется новый современный парк Островок с тротуарами, велодорожками и детским игровым оборудованием. Дети – будущее нашей огромной родины. К их воспитанию и образованию у нас относятся с особым трепетом. 30 школ и 27 детских садов продолжают свою деятельность даже в самых отдаленных уголках нашего района. Блестяще работают организации дополнительного образования и особая гордость – кузница культработников всего Краснодарского края – колледж культуры. Отстраиваются новые школы и детские сады, а высокий уровень наших педагогов регулярно подтверждается победами в конкурсах различных уровней. Культурная жизнь в районе весьма насыщена и разнообразна. Более 50 клубов, учреждений дополнительного образования, библиотеки и музеи ежедневно открывают двери для северчан. Современные и самобытные вокальные, танцевальные и инструментальные ансамбли не только развлекают, но и с трепетом хранят для потомков историческое наследие нашей малой родины. Благодаря краевой программе новую жизнь получил муниципальный кинотеатр «Ударник». А на «ФМ-просторах» уже три года вещает местная радиостанция «Джем». Культура в северском районе, она очень методично, целенаправленно развивается и растет. Растет в плане того, что у нас появляются новые коллективы, которые участвуют не только в район, районного уровня, но и краевого, можно сказать, даже на федеральном уровне. У нас появляется много новых талантов, которые очень хорошо рисуют, хорошо танцуют. Развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений. На полях района выращивают зерновые, колоссовые, зернобобовые культуры, рис и подсолнечник. Растет поголовье крупного рогатого скота. Его численность – более 7 тысяч голов. Активно развивается садоводство и овощеводство. Наши аграрии удостоены краевых наград за высокий профессионализм. Северский район – привлекательное место не только для инвесторов, но и для туристов. В рамках краевого проекта «Большая Кубанская тропа» утвержден пилотный маршрут, стартующий на Крымской поляне. Он пройдет через планческие скалы с переходом через горы в Креницу к морю. Если есть на свете рай, то это наш любимый Краснодарский край. У нас есть все – моря и реки, леса и горы, пшеница, рис, подсолнечник, виноградарство, сады и так далее. Северский район – территория здорового образа жизни. Открываются новые спортивные комплексы и площадки. Блестящие результаты показывают воспитанники детских спортивных школ. Наши юные спортсмены – самбисты, дзюдоисты, волейболисты, акробаты, хоккеисты и футболисты ежегодно пополняют копилку района золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и входят в состав сборных Краснодарского края. В поселке Афибском начал работу филиал краевой футбольной школы-интерната. Здесь ребята будут жить, тренироваться и учиться. Кубань, Краснодарский край, в первую очередь, это наш дом, это наша родина. Это место, где родились и выросли наши дети. Современная Кубань – это край возможностей для развития и роста наших детей. Это место, где хочется жить, где хочется остаться, где хочется творить, где хочется развиваться. Северский район – один из лучших муниципалитетов Кубани. Находясь в максимальной близости от краевого центра, мы за несколько часов можем оказаться на берегу сразу двух морей – Черного и Азовского, побывать на самой красивой горе Собер-Оашх, искупаться в прохладной горной реке и удивиться красоте Пшатского водопада. У нас плодородные земли и ласковое солнце, красивейший горный ландшафт и великолепные леса. Но главная ценность и гордость нашего района – это его люди. С открытой душой, добрым сердцем, отзывчивые, трудолюбивые и талантливые. Мы коренные жители Северского района, конкретно мы живем в поселке Афибском. Любим свой поселок, любим Северский район, не планируем никуда переезжать и хотим, чтобы наши дети здесь продолжали свой путь. Именно Северский район, он наиболее комфортный и удобный для проживания жителей. Тут есть много инфраструктур, магазины, больницы. Очень удобно не только для молодежи, но и для более взрослых поколений. Мне живется хорошо в Северском районе. Считаю, что это один из перспективных районов. Это район, который постоянно развивается. На мой взгляд, Северский район живет замечательно. Настолько здесь всего нового, настолько проходит праздников. Вот, допустим, наш районный дом культуры, наша администрация Северского района. Всегда это проходит очень красиво, колоритно. Приехал с Москвы, год там прожил. И вот прям домой, когда приезжаешь, радуется душа. Тепло, хорошо, люди добрые, отзывчивые. Пожил в разных городах, побывал во многих, так сказать, населенных пунктах нашей Родины. Самое хорошо – это вот в Северской доме. Краснодарский край по праву называют житницей, здравницей и жемчужиной России. Мы ведущий регион по развитию сельского хозяйства, промышленности, культуры, образования и туризма. Это территория огромных возможностей для каждого жителя. Щедрый, удивительный край объединил в себе множество наций и самобытных культур. Мы воспитали немало выдающихся людей, которыми по праву гордится Россия. Жители нашего региона уже не раз доказали свое умение сплотиться в сложное время, свое чувство долга и ответственности перед судьбой целого народа. Мы строим больницы, школы и сады, запускаем новые производства и собираем рекордные урожаи. Хлебосольно встречаем гостей и умеем постоять за свою землю. Мы современны и самобытны, постоянно совершенствуемся. Идем вперед и с трепетом храним культурное наследие наших предков. Вкладываем всю душу и всю жизнь в процветание нашего любимого Краснодарского края. Пусть в наших семьях всегда царит счастье и благополучие. Растут и радуют дети. Пусть наша земля остается плодородной и щедрой. И никогда враги не осквернят земли нашей. С днем рождения, любимый Краснодарский край! Такой замечательный праздник Кубани, Краснодарского края. Хочется пожелать в каждую семью мира, добра, счастья. Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, успехов. Я хочу пожелать всем добра, здоровья и, конечно же, мира, мира и мира.